снова здравствуйте господа и товарищи так следующая серия по москвичу не забудьте подписаться на телеграм-канал не забудьте подписаться на рутуб и яндекс дзен с ютубом сами понимаете сейчас не поймешь что у нас творится чтобы мы с вами не потерялись так следующая серия с чего я начинаю а с того что буду снимать гбц на этом москвиче а для чего я это делаю а для того чтобы нарезать резьбу во втором цилиндре что мы начала делаем уже я слил охлаждающей жидкость была залита вода так что без проблем крайне поднял и все далее снимающий воздушный фильтр убираю этот шланг буду откручивать клапанную крышку выставляем в мт и двигатель выставляем по меткам в мт кривой стартер у меня не подлазит так как бампер здесь стоит от 412 так поэтому буду как ключом сейчас пытаться провернуть колен вал ну для начала как снимаю газа снимаю все 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 лишнее в общем снимаю твой парни честно говоря я в шоке многое я видел на своем веку но такое первый раз скинул я клапанную крышку я не знаю на чем этот бедненький москвич ездил на каком масле все меняли ли его посмотрите посмотрите что творится смотрите кашемары блин естественно я все отмою блин двигатель я естественно весь промою это просто трэш блин вот просто все отваливается смотрите что под клапанной крышкой находится я тоже первый раз вот такой я не знаю некачественное масло фиг его знает откуда такой нагар блин может взяться вот ничего себе сидеть я не знаю этому гавни ездил но маслом я помню периодически масло меняли а вот насколько я помню там это пятиминутную промывку постоянно использовал короче скинул гбц как-то надо мне выставить в мт блин вот метка вот метка вот метка вот эта полоса и здесь надо прокрутить шестерню чтобы совпало и соответственно у нас нижняя метка шкив и шпенек вот этот должны сойтись прокладку снимаю блин кошмар просто кошмар а еще отчета от этого москвича я хочу бы ладно все отмоем приведем в порядок ты в шоке просто насыпается все 8 какой то что всю жизнь его заливали и так выставил в мт в мт выставляется вот метка на шестерне и вот здесь вот у нас метка дальше вот шпенечек и первая риска на шкиве дальше откручиваем эту вот крышечку раз два три 4 5 5 6 7 7 болтов и снимаем боковую крышку и так приемную трубу открутил штаны гайки открутил цепь привязал чтобы туда не провалилась шестерню снял термостат снял грязи здесь была над систему охлаждения промыть единственная карта я не знаю снимать нет с ним вытащить конечно у меня вообще получится и заднюю крышечку маленькую я не снимал смотрю может быть она так пойдет сейчас единственно топливную трубку отсюда вытащу немножко вверх задирую ну и все принципе все откручено проводок датчика температуры тоже снял такими небольшими усилиями сбросил голову гильзы гильзы нормальные гильзы нормальные так наверх тоже там надо будет вычистить почистить так ну а голова голова вот эта свеча свечка вот так все выглядит клапаны открыты вот так все выглядит ну что чищу мою нарезаю резьбу прокладку гбц и собираю все взад и следующую буду сейчас достал уже керхи буду сейчас высота вот все дерьмо отмывать как-то это кошмар просто каша-малаша каша-малаша из-за чего такое то ли масло мне не меняли хотя я помню что отец регулярно на нем менял единственную промывки использовал 5 минут и масло по моему если не ошибаюсь люксойл то которое минеральная не помню даже вязкость смотрите здесь тоже все очень-очень печально подскажите узквичи воду может так из-за чего вообще такое может быть и может ли это быть из-за того что маслосъемные колечки здесь и пришел капец из-за этого двигателя запунил соответственно это тут наверно из получился так сейчас что делаю беру бинет все замачиваю хотя здесь по хорошему жиру удалителем над замачивать заливаю и потом керхеров фрезой все отмываю по подкапотному пространству помните как я идеально все отмыл а сейчас как будто какой-то бегемот сотрогал мой моих моих мою подкапотку вот такой вот ужас это вот этот вот сахар который которым вот они ведь куски сахара вот это вот то слово все выглядит здесь вот все 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 было в этих хлопьях можно так сказать сейчас тоже заливаю все винетом и отмываю поршни были в нагаре сверху побрызгал пенной раскоксовку лавров и постояла у меня до утра и вот как бы это раскоксовка рабочая вам скажу хотя я тоже холодную ее использовал на горячего так хорошая штучка и когда уже соберу гбц прогрею через свечные колодцы еще раз за залью в цилиндры и уже посмотрим так все сейчас все 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 здесь видят за за ситуацию и буду отмывать и так уже вечереет отмыл я гбц раскоксовкой пены немножко лопально зале вот так вот все выглядит сама коловка в нормальном состоянии немножко и почистил затонным диском так далее подкапот подкапоточку это уже отмыл в принципе все красиво здесь не смотрите здесь буду отмывать уже когда все соберу тогда москвич еще раз помою а тем временем тем временем я перешел тормозишь к задним когда я мыл когда я мыл подвеску задний мост я увидел то что трубка на левое колесо заглушена просто на нем колесе тормоза нету смотрите снял барабан накладка тормозной колодки и капец и этой тоже капец колодки вообще выведем вот сюда непонятно зачем далее пружина лопнута нужно искать пружину будет так ну и далее сейчас разбираю снимаю цилиндр закуплено было сейчас я вам покажу закуплен был высокой комплект трубок правда жалко не медные а вот вот металлические видите комплект трубок москвич 2147 трубок трубки разные отличают 4 из 12 21 40 здесь на 21 40 чуть меньше диаметр и купил я один просто для эксперимента рабочий цилиндр тормозной рабочий цилиндр опять этот взял по артикулу вот смотрите артикул почему-то по артикулу кому нужен вот артикул но почему-то написано москвич 2141 вот трубку тормозную попробовал она сюда подходит вот сейчас сброшу посмотрю по креплению укрепления по уму них у всех стандартные так далее далее купил тормозные колодки сейчас покажу комплект задних тормозных колодок фирмы начала сейчас вскроем посмотрим с вами чем мне нравится москвич допустим комплект задних тормозных колодок цена этого комплекта 700 рублей правда клееный но что поделаешь 4 принципе все достойно москвичем по не такой затратный как бы это не такие запчасти уж на нее треки ну что сейчас вот это вот все вытаскиваю откручиваю цилиндр все чищу барабан крашу чищу барабан под замену значит еще барабан трубу пружину надо искать трубку куда мне тут не залез все 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 делать день следующий собрал эту сторону левую можно сказать что собрал думал что собрал соответственно мне не хватает мне не хватает вот этой пружинки но пружинку я найду трубку тормозной одел сюда но еще на цилиндр не подключался сейчас я загну и подключу что вы думаете подсоединил ручной ну так тросик попробую беру дергаю а у меня тросик осыпается весело вот я буду куда я в этот москвич не залезу конечно прикольная машина она конечно прикольная машина хорошему куда я не залезу блин все надо обслуживать все надо делать тросик сгнил тросик замена уже два новых тросика я заказал тем временем чтобы время не тратить вчера заказал новый цилиндр рабочий о смотрите что с пружиной то же самое обломленная пружина цилиндр тек как вы видите плюс заказал шпильки вот две шпильки здесь заломаны менять так все в общем вот это вот сейчас разбираю зачищаю зачищаю разбираю зачищаю зачищаю зачищаем разбираю зачищаю опорный щит снимаю цилиндр крашу ну то есть подготавливаю выпиваю тоже вот эту вторую шпильку ну и соответственно жду когда пойдет цилиндр все уже буду собирать когда тросики ручника придут поливаю капец куда бы не залез какие-то палки в колеса ладно нам не привыкать день следующий занимаюсь головой разобрал я и вытащил распредвал из головки не снимая коромысел блин конечно так и схема мудреная бы вот снял вот эти вот снял вот эти вот пятачки или не знаю как они правильно называются которым под клапанами далее далее вот такой джигулевский рассухариватель мне одолжили не знаю подойдет сюда или нет сейчас буду пробовать пытаться короче сейчас попытаюсь рассухарить клапана мне надо вытащить клапана для того чтобы протереть и буду ставить маслосъемные маслосъемные колпачки сейчас вы мне напишите на москвичах не было здесь резиновые уплотнители да они есть резиновые уплотнители головка 76 года никто и не перебирал даже не лазил сюда резиновых уплотнителей вот этих колечек их просто сейчас не найти а то что вы скажете маслосъемные колпачки не работают ну извините блин как-то что-то я он на мерседесе у себя когда заменил их двигатель у меня совершенно по-другому заработал ни дымочка ни хреночка как говорится а то что качество не качество их на как хватает ну посмотрим блин других нету купила нормальный дима динамометрический вот такой вот давно себе хотел так купил я рассухаренный клапанов вот такой струбцинного типа на москвич я думаю то что нужно так и вот собственно сам любом нет торжества времени все меньше и меньше оставить остается скоро ехать в мрэу по задним колодкам не помню уже что снимал что нет заменил трубки тормозные трубки к левому цилиндру и правому цилиндров поменял поставил новые тросики ручника потому что за старые я вот так дернул и он у меня остался в руке поставил новые колодки новые пружины потому что вот так вот вот так вот были сломаны пружины как ручник еще не регулировал так по правой стороне по правой стороне заменил все поломанные шпильки которые были сломаны также новый цилиндр новые колодки новая пружинка ну и новый тросик ручника по правой стороне переднего колеса небольшую ревизию небольшую ревизию ступиц провел ступичные подшипники под замену шпильки поставили новые диски тормозные принципе еще пойдут поставил новые стойки стабилизатора с ретро детали пришли вот здесь вот такой шланг поставил топливной системы как и подварил лонжерон правый лонжерон немножко не лог был сергей викторович переехал подварил помог мне за что ему большое человеческое спасибо так далее далее под капотом под капотом сейчас я вам покажу когда я снял гпц прокладку дцп вот вот эти вот все каналы каналы системы охлаждения все были засахарены конечно не так все плохо как у стаса цибульского когда он купил москвич не помню по он самаре вот и там вообще там просто трэш некачественный это солнце поел здесь конечно намного лучше было шланга кстати тоже заменить не забыть он промывал все каналы сейчас все чистенько здесь тоже в грейме здесь тоже очень много нагара было так вот почистил насколько мог поршни тоже очистил но не знаю еще раз коксовку любом случае будут делать так снял корпус термостата термостат какой-то какой-то очень странный не знаю что за термостат какой может быть вы подскажете заказал уже новый термостат видите вот здесь вот с одной стороны только пластмасска и вообще он москвичевский не похож я не знаю даже что это термостат но ставить его обратно не буду так переходим к самому самому печальному и неприятным кто-то уже догадался решил я снять поддон решил я снять малый поддон и все всю дрянь оттуда вычистить снимаю поддон и сразу вижу что вот это вот полукольцо лежит прям в этом вот в каше и поддоне лежит вот это полукольцо дальше начинаю вычищать оттуда грязь и нахожу второе полукольцо попробовал осевой люфт коленвала люфт есть похоже подлез под машину посмотрел видео кто-то там пишет что можно полукольца заменить без проблем через нижний поддон открутив мою трубку маслоприемника я не знаю как это делают тот там писалку что надо трубку маслоприемника отрезать болгаркой и соединять потом шлагом ну этого я делать точно не буду в общем заказал три комплекта полуколец номинал первый ремонт и второй ремонт смотрите что здесь получается кольца разной толщины вот можно видеть и вот это вот кольцо вот это вот по моему на двигателя если я не ошибаюсь идет узам и вот эти 412 а вот это вот кольцо на двигатель 408 они помимо того что у них таких масло каналов нет у этого у этих колец они еще по своей плоскости немножко другие они вроде с первого взгляда похоже но на самом деле не то и что я не хотел этого делать есть мотор капиталить его там я не знаю колечки какие-то менять но придется но делать я это буду после мрэу сейчас мне главное собрать гбц запустить собрать тормозишки прокачать и уже до зимы мне все равно надо будет поменять полукольца от чего они выпадают я не знаю спрашивал отца на этом москвиче у него раньше после переборки двигателя двигатель ну поездил он где-то неделю и двигатель не заклинил когда скинули поддон двигателя оказалось то что полукольцо выпало и встала в распор от чего эти полукольца выпадают я не знаю не толком не фиксируется никак давайте по покупкам вам покажу по покупкам по покупкам так фильтра я вам все эти показывал ретро детали показывал мне кажется что здесь основные покупки это все в багажнику багажнику так самое главное но одно из самых главных вам не показал заменил задние амортизаторы собрал два ведра ведро для мусора и ведро для металла ну смотрите как задний аморт выглядит чтобы загнивали вот эти стойки пыльники чашки я никогда не видел амортиза соответственно в помойку так поставил поставил новый амортинах ленточки еще не снимал новые шплинтики поставил все выглядит красиво мост красить потом буду рессоры буду промазывать графиткой и красить тоже потом проходили мы это на победе когда сразу красил я мост потом когда красишь грунтуешь красишь автомобиль мост у тебя такого уже сыра бурмалинового цвета получается так заказал передние амортизаторы друг не отдал рамку под номер под квадратный вид вот получишь будьте сразу рамку уходя в любом случае если будут так вот искать как на победе у меня так далее 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 крышку все отмыл все красота чистотища комплект в комплект трубок распредвал снял тоже отмыл так бачок пока тоже нафиг не нужен его сняли шестерни отмыты так здесь по мелочи по мелочи это у нас термостат будут фирму прикольная такая не знаю ap apc ap s заказал термостат вот такой ну не знаю рабочий нет еще не проверял ничего не ставил как вы понимаете далее далее заказать заказал новый датчик мм9 современное производство до сих пор выпускают получается мм9 тоже буду ставить потом помимо датчика еще буду выводить выводить тройник и ставить лампочку давление масло как я делал у себя на комбике дальше крышка машет масло зала из заливной горловины новая почему я поменял потому что на моей вся леска сгорела можно было набить туда какую-то мочалку типа стеклянную типа металлической ваты можно было леску вымотать не хочу с этим возиться таких больших денег стоит не проще купить эту крышку чем заморачивался так далее комплект под фильтр взял уплотнительные прокладки фильтр новый купил маслосъемные колпачки вот что я буду сегодня устанавливать на гбц но этот как типа маслосъемные колпачки на двигатель на двигатель москвич есть разные отзывы есть и положительные есть отрицательный тут это хает ведь нафиг это не нужно колпачки не работают но не знаю вы знаете вот на этом автомобиле у меня он дымил просто невозможно масло он у меня кушал просто я не знаю вёдрами этот мэрс заменили маслосъемные колпачки видео на канале есть кому интересно можете посмотреть я выехал все я забыл про дымность я забыл забыл про долив а думал уже все другой двигатель не выискать так что масло маслосъемные колпачки работают так далее 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 показать вам что это огромная посылка большая то опять же не помню вам скидывал или нет передние тормозные колодки вот такой вот комплект кстати узнал что вот эти вот колодки подходит на газ 3102 то есть на волгу вот эти вот колодки и передние суппорта москвичовский как бы тоже только отличаются там размером шланги купил два восстановленных суппорта на москвич 2140 тоже отличие вот этих суппортов москвич 2140 москвич 412 вот в этих вот размерах то что на 412 размеры побольше здесь поменьше так вот второй суппорт еще естественно не ставил жду шланги когда придут шланги дальше два сальника ступиц купил паста притирочная всегда в выпускается но такой комплект свечей взял свечка москвич прикольно далее купил ступичные подшипники то есть два маленьких и два больших вот этих вот с обоими потому что подшипники там один подшипник перегретый другой подклинивший ступица крутится не поймите как надо все собрать на нормальной подвеске его чтобы он был очень-очень мягко ездил вот как мой комбик был визосов к сожалению про него нету лишь комби у меня был семьдесят восьмого года первый выпуск вот там у меня подвеска была вся идеально все мягко все отлично далее покрасил коллектора покрасил жаровню так что еще клапанную крышку отмыл но покажет вам ее не буду смысла нет и также сгазал комплект шаровых это у нас по моему верхние шаровые европа фигасели артикул кому-то понадобится это у нас да это у вас верхние шаровые видит что понравится то что они спресс моцленка с таборницей того что я их могу могу прокачать это верхние и сейчас вам скажу еще две нижние вот две нижние шаровые и даже вот с гаечкой вообще прикольно просто супер цена вот этого комплекса вот этих вот шаровых за четыре штуки новых шаровых отдал по моему в районе 1800 рублей ну не считая там доставки доставку в общем у меня вышли 300 рублей 400 400 так далее 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 переходим гбц вытащил господвал конечно он здесь так вытаскивается это вообще очень смешно здесь еще до конца все не отмыл еще постараюсь немного отмыт здесь приезжал ко мне товарищ нарезал мне резьбу цириндой то есть вкрутили ввертыш ввертыш поставили на фиксатор резьбы как бы все нормально дальше наша задача рассухарить рассухарить и соответственно поставить маслосъемные колпачки собрать все от регулировать притереть клапана ему я регулировать клапана и ставить гбц на автомобиль вчера притерли клапана поставили маслосъемные колпачки почистили гбц установили назад распредвал уже с утра сегодня поставили коллектор дальше механизм натяжения цепи был полностью заклинивший весь закоксованы ну что это такое блин голуби вот да вытащили плунжер почистили все 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 вроде нормально дальше новую прокладку гбц сейчас ставим ну и одеваем саму голову дальше обжимаем ее мы ждем где-то я не знаю день и будем протягивать уже ну и регулировка клапанов у нас все смазали все очистили все почистили все собрали единственную клапанную крышку мы не затянули попробуем просто пустить его и стартанет он или нет не знаю пропал у нас подача как всегда начали заливать охлаждайку блин потек шланг в общем весело одним словом сейчас бензин скорпналели попробуем мы стартануть так я снимаю едит саныч модный нас как все туда полетит опять да 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 хотя бы стартану сейчас одеваем глушитель одеваем глушак и будем еще раз запускать так тем временем уже ночь мы перенестились гараж теперь работаем по ночам с серёгой ночные смены вчера говорят доплата двойная вы знаете мне бы еще кто не доплатил вчера до двух ночи протирали эту голову сегодня мы скинулись москвича ступицу и меняем ступичные подшипники показывал я вам то что белые подшипники вот это вот кучка это старые сальники и старые подшипники где-то заклинившие где-то пережатые износ и так далее серёга греет ступицу и сейчас будет сажать в подшипник да перчатки точно еще вторую дать и хотелось бы я добрызгать не 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 нету зачем расширилась садить надо чем макиянг молоток или киянг молоток пока подай пусть и скоп интерскоп ну все приехал эвакуатор едем оформляться номер такой классный на москвичку такой итак ну что вечер этого же дня итак автомобиль наконец-то на учете учете на мне встал на учет без проблем техосмотр прошел и что делаем мы первый выезд пробный первый выезд спустя 13 лет я кстати первый попробовал такое дальнее расстояние а я тоже я в техосмотр ехал а я по мрео прокатил а я по техосмотр и мрео заехал а я больше все равно больше на один на один все смотрят смотрят лучше чем на победу походу уручит как ух не точно весь на среди брюки т.к. вместо ты болты на колесах затянул в т.к. срана менять будешь я их не закручиваю чтобы легче был но я по свече не ездил с 11 года вот но он нормально опасно вас кричать 3 до важно так сейчас санычем проверим крепление колес да сушь у меня пристегиваться если вылезать будет через каждые пять минут ты zip то взял свой юного ротки лечить о печка главное откручивай колпаки не я буду я блогер я я рот килл блогер лишь как у вас мастер пит-стоп да вроде затянута зачем снимем колпачок колпак уберем чтобы они нормально в пазы встали давай думаю что из-за того что конус не попал лоджерон свежеваренный теплый все новые а как хорошо да все маленькое можно пальчиками откручивать но валют дедушка подвези нами дотормей его как будто ты меня сбил получилось все поехали поехали прикольно эмоции да как любимая женщина все время пить надо что работал как роза я тут все нормально краска обгорает с коллектора нормально все нормально давай все друзья мы дома прокатились на москвиче кстати колеса под конец стали раскатываться как бы ничего ступицы не греются ну все на этом наверно серию стоит завершать автомобиль на учете автомобиль ездит работает дальше будут технические серии поэтому москвичу техничку тормоза подвеску сцепление сцепление двигатель мы делаем в этом году а уже кузовня будет следующем году всем спасибо за внимание подписывайтесь на телеграм-канал на рутуб всем мира добра удачи всем пока до свидания спасибо за внимание